Значит прокуратура Москвы потребовала признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями, будет признавать суд, суд признает все что угодно, как вы понимаете. В интернете появилась база электронных почт тех, кто зарегистрировался на сайте Свобода Навального и вот в Твиттере дамы с перегаром, очень мне нравится то, что пишут, пишут так, не понимаю смысла бояться, мы вообще-то собираемся на несогласованный митинг идти, а не на экскурсию, да и что они могут сделать, арестовать заранее 500 тысяч человек, хватит бояться, абсолютно согласен. Утекшие в сеть базе сайтов Навального обнаружены 70% ботов, это какие-то пишут эти кремлевские СМИ, очень смешно, да, по поводу 70% ботов, какой смысл туда набрасывать этих ботов, ну до 500 тысяч. Ну если бы там были боты, ну а почему не до 500 миллионов ботов, какая разница, вы представляете, что в мозгу этих людей, которые рисуют эту херню, ну 500 тысяч, это что много что ли, это не очень много, но если бы это были боты, ну наверное было бы их 5 миллионов или 50 миллионов, или сколько там, что их жалеть-то ботов, помните, как говорил Суворов еще, очень меня развлекают эти придурки. Право на восстание тоже экстремист, Федор спрашивает, нет, по путинской градации это уже терроризм, меня же разыскивают за терроризм, а это то, как раз, что является правом на восстание, ибо я призывал к восстанию, к совершенно законному. Навального угрожает принудительно кормить, вот пишут, врачи написали, что он очень плохо себя чувствует, поэтому будут. Сегодня утром надо мной стала женщина-полковник и говорил, ваш анализ крови свидетельствует о серьезном ухудшении здорового и риске, если вы не откажетесь от голодовки, то мы готовы перейти к принудительному кормлению уже сейчас. И дальше расписывала мне прелести принудительного кормления, смирительная рубашка и прочие радости. Жуткие дела, то есть они так и продолжают над ним издеваться, и понятно, что они не закончат никогда, пока его не добьют, поэтому наша задача добить Путина. То есть кому-то придется выбрать из двух. Я выбираю, чтобы Алексей жил, потому что кто-то из этих двух должен умереть. Я выбираю, чтобы сдох Путин. Да даже без всякого выбора я выбираю, чтобы сдох Путин. Без всего я выбираю, чтобы сдох Путин. В России обратились к директору ФСИИН, состояние Алексея Навального, близко к критическому, публикуем полный текст письма. То есть вот они говорят, что вплоть до остановки сердца возможно ухудшение. Жуткие ребята, конечно, эти Путинские ФСИИН. Ну понятно, что они действуют по приказу непосредственно из Кремля, не допускают врачей и прочее, прочее. То есть они действуют по приказу из Кремля. И вполне они, я думаю, сейчас радуются, что такое состояние у Алексея. Голодать Путинской Раши это безумие. Он Навальный как специально себя убивает. Сперва приехал, теперь голодание. Вам что происходит? Ну, в общем, он очень дерзко действует, конечно. То есть достаточно геройски. Ничего не скажешь. Мы можем как угодно это оценивать. Что вот он там как-то безбашенно действует и так далее. Но это его жизнь. Это его жизнь. И эту жизнь он кладет на алтарь победы в борьбе с Путиным. Это достойно уважения. А не осуждения, тем более не приколов каких бы то ни было. Так что нужно ему помогать. По крайней мере, если не получается как-то иначе, то хотя бы морально, хотя бы поддержит. Биомасса только рад будет. Если Навальный умрет, вы послушайте опросы. Ну, опросы можно по-разному, во-первых, делать. Во-вторых, что же вы думаете? Мы как-то про Вату хорошо думаем, что ли? Что это какие-то человеколюбивые и так далее. Дегенераты. Самые натуральные дегенераты. Ну, что с ними делать? В печах? Я считаю, что нет. Что вполне допускаю, что от них еще может кто-то появится. У нас, конечно, есть задача работать с будущим поколением, а не с этими дегенератами. Эти пусть доживают свой век. Другое дело, что когда власть поменяется, вот сейчас вы говорите, они там желают смерти Навального. Навальный сейчас завтра станет президентом, вся эта дегенеративная масса будет кричать «Ура!» «Слава Навальному!» Им какая разница? Слава Путину, Слава Навальному, Слава Мальцеву. Кому хотите. Слава Славе. Им безразлично. На то они дегенераты. Слава Навальному, Слава Мальцеву.